старую рубрику по поводу и покупаете эту самую монету своя какая-то такая знаете панелька в браузере где можно посмотреть через проект за то что он знал что вот такой баг есть но при этом баги везде это нормально хуёво когда и даймону такие убытки в плане материальных вот этих вот всех а всего этого бага сколько смог настакать себе денег то есть там сумма его уже нашли новое видео выходит каждый день в 200 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании как-то все очень знаете в последнее время так ну вот необычно так знаете странно и там 500 и ролики выпускаю 500 им видеороликом и про адванс я вам тут часто рассказываю и там возможно про владислава полу и про каких-то прочих gta сам ютуберов от недавно у меня кстати вышел ролик про слив там знаете клиента мордор руль и плей в котором я рассказывал о том что вот ну действительно мордор руль и плей вот он слит его там сливают с ним там какие-то прочие все вещи происходят и вообще много-много всего последнее время происходит и сегодня мы так знаете возродим немного такую старую рубрику по поводу багов но если обычный рассказывал про баги на каком-то вот знаете своем родном проекте по типу аризона руль и плей говорят что баги это вроде как нормально при том что постоянно вот аризона руль и плей выпускает какие-то обновления невозможно за всем этим уследить и не допустить каких-то таких знаете ли багов во всех вот этих вот вещах то есть тут это достаточно сложно и поэтому как-то там я вот такого вот мнения придерживался но не так давно я знаете ли зашел в свой один из любимейших журналов по gta сам по это разумеется журнал который нельзя называть на моем канале я его тут называть не буду вы наверное так его все прекрасно знаете и каких-то подробных таких знаете высказываниях он не нуждается поэтому сегодня мы с вами о нем и поговорим ну вернее не о журнале а постах которые публикуются в этом самом журнале не так давно если быть точнее то в своем крайнем ролике рома дит рассказал о найденном баги на diamond роли плей то есть баг заключался в том что там появилась какая-то знаете ли монеты вот идет подобно аризона рп за то что там допустим за то что вы сейчас играете на резона рп с лаунчера вот этого вот все вам каждый пейдей начисляется какая-то такая знаете гражданская монета или там а гражданский талон или что в общем то какая-то поощряющая функция и видимо на diamond роли play есть что-то вот наподобие того то есть там это называется монеты счастья за что они даются ну наверное как раз таки за то что вы играете на их лаунчере потому что у diamond роли play у них уже тоже не так давно появился свой лаунчер через который там есть у них свой мод пак есть у них там голосовой чат да и вот много разнообразных вещей и вот там вот появилась такая знаете ли монета счастья с помощью которой можно в общем то я не знаю что с помощью нее можно просто она появилась и было такое что вот можно ее выставить на рынок вот эту вот самую монету счастья и там максимальную цену и выставить и после всего этого с другого аккаунта свинка вы какого-то заходите в этот самый рынок на этот рынок и покупаете эту самую монету при том что возможно денег у вас вот этих вот самых для покупки этой монеты может не быть то есть там не знаю монета стоит миллиард вы покупаете за миллиард при том что на аккаунте у вас там я не знаю от 200 начальных долларов или сколько там дается я уж точно не знаю и при всем этом деньги отдаются тому кто эту самую монету продает и рома дит там так все это показывает что вот там да вот и был такой баг сейчас он уже пофикшен и показывает вообще кто при помощи а всего этого бага сколько смог настакать себе денег то есть там сумки это вообще не вебические нереальные вообще там то есть с них можно прям реально вот так знаете выпасть охуеть и сказать мол бля это вы чё вы серьезно со всей этой хуйней или как вы о чём вообще рассказываете тут и если доверять логом рома дита который он там показывает там с официального сайта вот этого знаете ли diamond роли play с админки там где вот все эти логи они прописываются пишутся то есть но это не секрет что у каждого сервера уже есть своя какая-то такая знаете панелька в браузере где можно посмотреть логи любого аккаунта то есть у кого-то она выполнена так у кого-то так неважно и у diamond роли play то есть она есть и там как вы можете понять пишется все вот эти вот там трат я не знаю доходы покупки какие-то прочие вот эти вот все вещи то есть ну там а много всего и соответственно как вы уже могли понять этого самого человека который набагал там верты сделал все вот эти вот знаете ли прочие вещи его уже нашли его уже обезвредили наверное там обнулили ему все эти верты возможно обнулили аккаунт возможно вообще забанили там внесли чес проекта за то что он знал что вот такой баг есть но при этом с администрации ей вот как-то не поделился вернее им багом не поделился и соответственно пошел ты нахуй да нам такие игроки не нужны которые знаешь ли находят какие-то баги и после этого не рассказывают нам администрации о них поэтому пошел-ка ты нахуй и разумеется как это обычно и бывает в комментариях начали говорить мол блять ну дай монт роли play ну и помойка блять внесли свою эту хуйню и чё-то там вот даже не могли вот постараться сделать все более или менее нормально и в случае с аризона роли play если я обычно оправдываю и говорят что действительно аризона роли play она выпускает много обновлений то есть там раньше это был каждый месяц сейчас это непонятно вообще как они все это выпускают но факт в том что обновление у них выходит чаще чем на том же даймонде и то есть допустить какую-то так узнаете малейшую ошибку допустим там как-то работа не особо знаете ли работа не у всех работает да возможно это самая работа которую не ввели или на работе можно как-то набагать все это потому что у системы необычные там водятся скажем прямо а тут то есть ну просто чтобы нельзя было покупать по вот этой вот завышенной цене когда у тебя нету столько денег типа ну неужели так сложно было разумеется баги я уже давно говорил что баги на gta сам серверах это нормально вообще баги везде это нормально хуёво когда баг существует много миллиардов лет и его не фиксят но даже тут можно сказать что этот самый баг пофиксили только из-за того что вот у одного человека может там появляться на аккаунте двести пятьсот пятьдесят пять там я не знаю миллиардов долл я затронул клавиатуру случайно извиняюсь за этот звук если вам его было слышно если вам его а не было слышно то вообще как бы ну замечательно и соответственно когда у одного человека там миллиарды которыми он может распоряжаться как угодно и продать там и там из на пизду засунуть или там нахуй пойти со всей этой суммы разумеется это плохо это хуёво и даймону такие убытки в плане материальных вот этих вот всех ценностей нести не особо нормально с другой стороны если бы баг был не особо такой знаете ли подвязанный с донатом с деньгами со всем прочим а так ли быстро его исправили бы ну вот в самом деле или там просто баг который возможно ему я не знаю ввели какой-то элемент маппинга и всего прочего и когда человек туда подходит там нажимает а вкладку escape потом заходит в мм и его там краж вот эту бы штуку и и пофиксили бы также как пофиксили вот этот вот а баг с вертами или было бы как-то наоборот ну вот просто вот чисто это интересно разумеется что у каждого проекта в приоритете заработать тем не менее когда ты выпускаешь типа обновление так уж и часто допускать баги как-то не все это протестировать но это ж стыдно это в самом деле стыдно однако хочу сказать чтобы даймонд роли плэй не кибербулили все таки не так уж плохо вот да вот поэтому можете поделиться своим мнением по поводу всего этого по поводу даймонд роли плэй по поводу их каких-то обновлений по поводу их а ютуберов чего-то прочего я все эти комментарии почитаю за все это я послежу скажу какие-то прочие вещи вот возможно а может быть и не скажу я играл на проекте аризона рули плэй феник заходите по я пишу описание туда там находится мой никнейм там же находится мой промокод ноутоксик 54 и там же в описании находится мой так скажем ссылочка на мой телеграм-канал там много всякой полезной инфы появляется когда про меня какие-нибудь а gta сам ютубер что-нибудь говорят я там могу им ответить если мне прям вообще впадлу что-то там какой-то ролик отдельно записывать разумеется я так могу ответить поэтому подписывайтесь заходите и узнавайте всю интересующую вас информацию именно там всем спасибо пока на до свидания увидимся тут же завтра в 20.00 либо немного попозже либо возможно немного пораньше я не знаю в общем то как получится